приветствую вчера в ночь с 30 на 31 июля по словам мэра николаева александра синькевича произошел самый крупный обстрел этого города начиная с полномасштабного вторжения россии в украину сегодня мы проедемся по николаеву и покажем основные места обстрела что расисты сделали с этим городом это не обязательно будут те места которые обстреляли вчера мы покажем разные и да мы знаем что сразу же после прилетов нельзя показывать те места в которые прилетела потому что это корректировка но с учетом того что в данном данной минуте все фотографии пострадавших мест уже выложены в интернет мы можем это сделать поэтому вот начинаем мы с этого места что это это школа это была школа точнее начальные классы это была школа это корпус где были начальные классы вот так это выглядит теперь вот такая вот спецоперация здесь наверное военные какие-то базировались я спрашиваю со мной местные жители они не хотят попадать в кадр я по ходу дела интересуюсь у них задаю некоторые вопросы только что спрашиваю здесь наверно это военные базировались в общем все улыбаются такой горькой улыбкой потому что и военные в этой школе могли быть вот прилет в частный дом такие более небольшие можно сказать прилеты мы все показывать конечно же не будем но если они рядом находятся с теми местами которые нужно показать обязательно то покажем вот покажи как стены посечены осколочные ну вероятно по мнению рашистов во всех этих квартирах вот жили как раз какие-то люди которых необходимо было уничтожить или освободить я не знаю делайте свои выводы это политех как мне говорят местные это вот мелочи то есть да это ни о чем нет смысла но если хотите можете подойти снять конечно там где мы идем по ходу мы все покажем вот эти вот мелочи вот в этом политехе и знаю тоже наверно военные жили в этом политехе тут по ходу я так понимаю уже на вскидку во всем николаеве просто жили военные везде тут одни военные больше никого нет потому что по прилетала просто везде вот николаевский национальный университет имени сухомлинского покажи вон там вот сверху хорошо будет видно плохо будет видно все равно показать надо естественно никаких дронов мы сюда с собой не брали покажем что мы можем земли в общем с какой стороны на этот университет не посмотри здесь везде пострадала здесь только один остается вопрос кого я от кого вы мрази освобождаете вот этими вот ракетными ударами минометными ударами в чем смысл этого всего вот просто посмотрите на эти окна посмотрите на этот совершенно мирный университет и ну просто задайтесь вопросом вот смысл в чем здесь везде военные базы были по-вашему тоже прилет это же не николаевцы себе вырыли тут яму просто им так захотелось конечно дня не хватит двух дней не хватит и показывать все вот такие вот прилеты ну что по ходу видим то покажем обязательно он посмотри видишь стулья все абсолютно же очевидно смотри там танк стоит видишь не видишь ну по мнению расистов там он стоит то гостиница одна из трех которые мы сегодня посмотрим скорее всего да у меня нет слов одна из трех гостиниц которые пострадали в николаеве посмотрим сегодня скорее всего все три вчера вы тут были не вчера не было вчера не был зата ли тут нормально была нормальна была нормальна была станция ягачова я думаю что позавчора был было нормально самих вибухов вы не бачите не нет нет только чувствую вчера не ночью вчера ночью как думаете кого тут от кого захистили или кого тут от кого звольнили это уже различное питание кто от кого захисти и кто кого хочет уничтожить совсем свести из этого света просто расисты они очень хотят от кого звольнити николаев у меня у меня у меня просто вопрос они все считают что тут какие-то военные там были базы в общем не они могут может считать ты понимаешь у них я не знаю как мозги работают ну хорошо ладно допустим тут военные украинские дальше что какая их цель вот как вы ее понимаете россиян вот они уничтожают все эти объекты цель почему они хотят принять да просто нас уничтожить уничтожить саржитуру которая есть у нас просто нанести уже больше вреда да и все я буду какое объяснение захватить территорию таким образом помимо этого да вот я проехал фалеевская потемкинская школа лучшим она мешала центре я не знаю чем мешало мы тоже так чтобы я первый раз за очень длительное время это был очень хороший сам житель мешкова погорелов да это первое село которое в сторону баштанки вот прилетела в мирный дом двухэтажный это на дня 4 назад ну спалили двухэтажный дом человек строил совершенно частный дом это уже никакая не фактура не старникой объект не могут скрываться кто-то просто спалили девочка получила контузию голову ранения мужчина приехал города спрятаться от бомбежки залез в подвал от разрыва сердца умер не пережил эту ночь хочу просто есть расисты которым это нравится но я просто считаю что это маньяки ребята тупо маньяки вам просто нравится когда убивают людей вам просто нравится когда разрушается здание не цели непонятно какую вы преследуете ничего вы хотите этим добиться никто вас сюда не звал то есть вот все то что увидите вот эти все разрушения смерти все вы просто принесли просто потому что вы так себе решили коммунальные службы работают город живет несмотря ни на что стараются все так можно быстрее привести в порядок я просто хочу спросить расисты вот коммунальщики есть простые люди есть вот мы здесь ходим бродим тут треса да а нацисты где где нацисты где те люди из-за которых вы уничтожаете столько городов каждому быдлу которая мне напишет про восемь лет дам били бомбас я кидаю ссылочку и там в этой ссылочке это как сами расисты дам били бомбас конкретно с фактами с именами расист моторола обстреливал донецк просто это видео зафиксировано как туда пришла россия как туда пришла российская техника я даже пленным из урдло показывает и видео не верят мы этого всего не видели не знали ну так перейдите и посмотрите это я говорю каждому вот этому быдлу которая ничего не знает ничем не интересовался рассказывает мне про 8 лет на стадион тоже был прилет мы честно пытались туда зайти ну вот у нас не получилось все закрыто здесь никого нет едем дальше мы находимся возле дома бизнесмена героя украины алексея вода турского знаете это состоятельный человек и как правило о состоятельных людях многие отзываются не очень хорошо вот тут совсем другая ситуация местные жители исключительно хорошо ним отзываются к сожалению был прилет его дом сегодня ночью он погиб этот человек занимался зерном он был очень прогрессивным бизнесменом и как вы понимаете расистам очень невыгодно сейчас чтобы украина продала свое зерно потому что зерно украинское является основным украинским экспортным товаром из этого всего можно сделать простой вывод что скорее всего удар по дому алексей вода вода турского был сделан был нанесен умышленно еще один аргумент в пользу этого здесь вокруг никуда ничего не прилетело это такой хороший красивый элитный район здесь все слава богу здесь все нормально попала конкретно вот его дом показать поможем только из-за забора туда нас не пускают мы не слишком напрашиваемся если честно потому что у людей горе ну вот это вот слева какая-то сторожка наверное что-то в этом духе маленький домик здесь видно как стекла по выносила а дальше мы туда пройти не можем да мне уточняют что прилеты вчера были одновременно и вот вправо и вот там где вдалеке если будет видно дом здесь все посекло осколками вот это справа тоже санаторий в него тоже получается вчера прилетела сегодня на все одну сегодня ночь в данном случае вот воронки нет вообще здесь говорят с детонировала как-то в воздухе непонятно понятно только то что все окна вокруг выбиты обыкновенный двор обыкновенный дом люди жили никого не трогали никого ни о чем не просили расисты решили что им надо срочно выбить окна как это еще иначе объяснишь по спальным райончиком по жилым сектором мы ездить не будем потому что ну картина она везде приблизительно вот такая вот подобная у нас еще осталось сейчас из крупных таких прилетов две гостиницы а еще один университет и облгосадминистрация расисты обстреляли это здание под предлогом того что здесь якобы ремонтировались танки но на самом деле как говорят местные жители здесь уже очень давно на этом заводе ничего не ремонтировалась вообще пока не забыл скажу население николаева перед вот этим вот полномасштабным вторжением постоянными обстрелами близилась полумиллиона а сейчас можно точно с уверенностью говорить что выехала не менее половины этого населения этого города и по ощущениям их выехала гораздо даже больше чем половина и связано это не только с обстрелами но и с проблемами с питьевой водой потому что ее или привозят с одессы или здесь есть скважины но фактически в городе вот водой который можно которую можно пить или даже помыться без последствий до без высыпаний на коже и так далее с этим очень большие проблемы проблемы с водой начались опять таки из-за того что расисты ударили по херсонскому водопроводу там вода шла из днепра и расисты не давали подойти к этому месту для того чтобы отремонтировать чтобы вода из днепра опять пошла сюда она была очищена это вода а на данный момент идет вода из буга которая не очищенной которая непригодна не для питья не для мытья вот еще удар по фактически новому спорткомплексу но мы без дрона здесь не покажем потому что удар пришелся в середину так вот видно просто что снесло крышу вот то же самое окна двери знаю ли будет видно через камеру но глазами видно да что вот удар пришелся вот когда-то в угол здания в середине может быть было несколько попаданий тут тяжело что сказать так выглядит отель николаев да если вот так вот порассуждать чисто гипотетически то тот кто верит в то что удар точечный был на не сегодня потому что здесь были вооруженные силы то он должен понимать что-то до вооруженные силы все были должны были сосредоточены быть именно в той комнате именно в нее должны были попасть потому что если бы они были бы там или там ну как вы понимаете что вряд ли кто этого пострадал при этом местные вам скажут что именно вот эта сторона которая больше пострадала она Она использовалась под аренду, здесь сдавались в аренду вот эти вот все комнатушки, под всякие макияжи, маникюры, парикмахерские, салоны красоты и так далее. Ну, при этом вот эта вот часть бизнес-центра, она продолжает функционировать, то есть люди все равно продолжают работать. То есть, ну, понимаете, вот такие вот удары их иначе как тупой подлянкой, да, не назовешь. Ну, просто кошмарят и все. Бьют как по Николаеву, так и по всей Украине, просто для того, чтобы кошмарить. Они, наверное, думают, что люди в результате устанут, испугаются, скажут. Ладно, не скажут. К вопросу о высокоточности и именно вот точечном попадании, да, вот эта вот автомойка, по сути, в центре Николаева. Вот как объяснить вот с этой позиции логики расистов, да, что мы бьем по каким-то объектам конкретным? Удар по автомойке. При том, что это самообслуживание, насколько я понимаю. То есть, тут надо понимать, мылись танки, БМП, ну и, конечно, подводные лодки Вооруженных сил Украины. Можете посмотреть. Ну, тупые расисты скажут, что это какой-то военный объект, по-любому. Нельзя было его не поразить, понимаешь? Ну и третья по счету гостиница из трех, которые мы должны сегодня были посмотреть. Еще раз говорю, смотрим только самые основные объекты, потому что объехать здесь все не хватит и двух дней, если объезжать, снимать именно частные сектора, снимать спальные районы. Кстати, коэффициент попадания в здания, где есть военнослужащие, он реально составляет процентов 5, максимум 10. То есть, исходя из этой нехитрой статистики, мы понимаем, что если и попадают по военным, то это чисто случайно. 90% попадания в абсолютно жилые здания, где абсолютно просто мирные люди. Весь этот миф о точечных ударах, он как бы вообще просто на самом деле ни о чем. Потому что, говорю, если попадают там здесь военные, попадают случайно. Ну и вот попадание в облгосадминистрацию. Сквозное. Ким тогда написал, губернатор ким тогда написал, говорит, хорошо, что я проспал на работу. Это еще раз подтверждает, что сон продлевает жизнь. Впрочем, какие юмор. Ну, тут, конечно, не до юмора, потому что сами все видите. 8.10 или 8.20 было. А тут еще столовая. Удар был нанесен с утра. В это время здесь очень многие завтракают. Здесь есть столовая. С разных организаций, с разных инстанций сюда люди ходят в столовую. Я не озвучиваю количество жертв. Ни по какому из этих объектов. Потому что мне неизвестны достоверные данные. Но здесь действительно погибли исключительно мирные люди. Национальный университет кораблестроительства. Сюда нас тоже не пускают. Сегодня воскресенье, выходной. Покажем только то, что мы можем показать с фасада. Военные объекты какие-то мы пока не видим. Это как раз поснимаем. А там тоже что прилетело? В жилые. А, в жилые домах. Фотографии есть. Ну тут в принципе с фасада достаточно много видно. Достаточно много видно и все достаточно очевидно. Очевидно, что расисты тупорылые маньяки. Дебильные. Дебильные. И меня все время задаюсь одним только вопросом. Как им удалось вырастить страну, там около 140 миллионов человек, которые взяли и в один момент стали почему-то ненавидеть украинцев, за то, что они украинцы. И стали массово писать посты, комментарии о том, что да, мы их уничтожим, должны уничтожить. Это же есть нацизм. Ну, чистый нацизм. В чем смысл этого действия? Вот кто-то... Мне обоснует логически с Россией? Кто-нибудь логически мне обоснует? Зачем? Обстрелян университет. Мне говорят, район Корабельный обязательно нужно было бы съездить. Но там, как бы, частный сектор, жилые дома, спальный массив, там он постоянно просто обстреливается. Опять-таки, порты, да, всякие там заводы, маслозаводы и так далее, и так далее. Здесь много еще чего можно было бы показать, но это вот так вот навскидку, чтобы вы понимали, что происходит в Николаеве. Сегодня всю ночь спать было как бы очень сложно, потому что где-то как в час ночи это началось, так это вот примерно до 4 утра и клали, и прилетало, и звук такой, как будто это прям возле тебя, знаешь, произошло. Очень тяжело отличить. Вот, вот что происходит. Мы сможем вставить видео звуковзрыва. Небольшая воронка. Стоит ли туда спуститься? Это уже показать, насколько она небольшая? Ну, наверное, стоит. Ну, метра, как минимум метра два, глубина ее, ширина метра три, в верхней точке. Вот такие штуки прилетают в Украину ежедневно, ежечасно. Из-за стекла только можем увидеть вот обломки ракеты. Ну, в середину зайти не можем. Хотя, если честно, снаружи мы достаточно много всего и так увидели здесь. Это и одна из многих школ в Николаеве, которая была обстреляна рашистами. С этих пор, естественно, она не работает, как и многие другие школы в Николаеве, которые были обстреляны рашистами. Короче, эти нацисты или рашисты, напишите в комментариях, вот по вашему мнению, что вы хотите вот этим всем добиться? То есть, если вы реально понимаете, что вы нацисты, рашисты, там, да, фашисты, что вы просто маньяки дурноватые, которым просто по кайфу, которые просто кайфуют от того, что уничтожается мирное население, стираются с лица города, понятно, с вами все ясно, да? Но если вы как-то это пытаетесь оправдать, какой-то там деноцификации, вам не кажется, что это уже, ну, надо быть, чтобы сильно уже тупорылым, чтобы, видя вот это вот все, продолжать это оправдывать, как это деноцификации, когда страдают мирные города, мирные дома, мирные люди, в основном. Поэтому, да, вы напишите, будьте честны в своей позиции. Ничего необычного, просто идем по центру Николаева и видим вот военный объект именно. Жесткий, видите, там даже, там даже кресло в хаке, в цветах хаке, посмотрите, все кресла. Ебанутые расисты, вам не стыдно, что вы такие ебанутые? И тем не менее, и тем не менее, как видите, город Николаев живет, люди гуляют, несмотря ни на что, радуются жизни. Все говорят, русский военный корабль, иди уже нахуй. Тебя никто не боится, от тебя просто всех уже тошнит. Сейчас мы находимся на центральной улице города Николаева, это пешеходная улица, и мы, пообщавшись с местными жителями, мы узнали о том, что до полномасштабного вторжения тут бы не было места для того, чтобы вот так спокойно пройти, пообщаться с вами. Мы прошлись, пообщались с местными жителями и узнали, что они вообще думают о данной ситуации, потому как они находятся буквально 24 на 7 под обстрелами. Ну, в общем-то, они и сами сейчас вам это расскажут, поэтому поехали посмотрим. Отношусь к тому, что тут уже вопрос стоит не в том, там типа Россия против Украины или цивилизованное общество против варварского общества, а просто как бы человечество против людоедов. Вот так я отношусь к этому. Вовочка, он друг мумии. Сегодня ночью был, как сообщил мэр Николаева, самый массированный удар по городу. Как вы к этому привыкли, не привыкли? Ну, это и ночью вот не спал, да, так как обычно. Прилеты, когда просыпаюсь, засыпаю, а этой ночью и поспать не удалось. Российские пропагандисты и так далее утверждают о том, что в СССР сами же бомбят свои же города. Как николаевцы относятся к этому? Как бы ни хрена подобного. Наши, ну, как мы можем своих, тем более, вот ситуация последняя была, которая с Азовцами связана, ну, это просто, это как бы наши герои, можно сказать, и их убивать, но это, они сами же их хотели казнить, как бы, чтобы нас как-то устрашить, что ли, или что такое. Российские пропагандисты утверждают, что СССР бомбят сами свои же города и так далее. Как вообще вы к этому относитесь? Что можете сказать в ответ? Думаю, бред полный. БСО никогда не бомбить свои города. Это неправда. Не поддается никакой критике абсолютно. Нет, я не согласен. Сегодняшняя ночь, это, как сообщил мэр Николаева, это самый массированный обстрел с начала вторжения. Как вы на это реагируете уже? Обстрел действительно был самый сильный, потому что я город не покидал, начиная с 24 февраля. Как реагировал? Устали, безусловно, но оставаться не собираемся, тем не менее. Это терроризм, будем бороться, что делать. Российские пропагандисты утверждают то, что сбройные силы ВСУ бомбят сами свои же города. Что Николаевцы могут ответить ему? Я считаю, что это полная ерунда, бред, то, что мы сами себя бомбим. Каждая ночь, особенно эта ночь, была очень страшна. Мы с сестрой сидели в коридоре, с семьей. Она прям в коридоре уснула. Когда вот только все утихает, мы пошли спать и снова эти взрывы, это очень ужасно и страшно. Прям не передать словами, все трясется, особенно, когда мы на девятом этаже живем. Чувствуется, когда весь дом трясется, это очень страшно. И считаю, что это все бредко, особенно русская пропаганда, это все ужасно. Вот николаевцы уже практически полгода живут в таком состоянии непрерывных обстрелов. Да. Что бы вам хотелось им сказать, ответить им? Я считаю, что мы николаевцы, украинцы, мы сильный народ, все будет Украина. Считаю, что мы прорвемся, все будет хорошо. Все в таком, что